Бекин Река длиной в 560 километров пересекает территорию Приморья в Пожарском районе. Исторически ее берега были заселены представителями народности УДГ. Вся их жизнь – охота и собирательство, что неудивительно, ведь Бекин в переводе с удыгейского означает «река», текущая между гор, богатая рыбой, а прибрежные горы – зверем. Во все времена права коренных народов защищались и соблюдались, а 69-я статья Конституции гласит, Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права. А принципы таковы – земля малочисленных народов принадлежит только им, и мирное сосуществование продолжалось десятилетиями. Владимир – житель национального удыгейского села Красный Яр. Как и все здесь, он живет охотой и тем, что дает природа. Реализуя добытое, он заправляет свой снегоход буран, покупает снасти и дрова для печи. Живу здесь уже давно, 35 лет, как родился, так и живу. Занимаюсь охотой, рыбалкой. Это началось, когда начался национальный парк. Стали ограничивать возможности охотников, стали пугать. То есть, если есть какой-то вынуждает охотника на административные правонарушения. На этих кадрах люди в форме сотрудников федерального учреждения участвуют в оформлении административного протокола на охотника Удыгейца. Получив три административки, он будет лишен возможности вести традиционный образ жизни. В Таиге, за сотни километров от цивилизации, предприятий, рабочих мест – это патовая ситуация. Местные говорят в один голос. Естественный уклад их жизни вдруг стал пересекаться с интересами новообразованного национального парка Бекин. С момента появления федерального учреждения народ, быт которого неразрывно связан с природой, больше не может жить так, как завещали им поколения предков. К слову, еще в 2015 году президент России Владимир Путин подписал специальный перечень поручений аккурат к завершению создания национального парка Бекин. Глава государства гарантировал, что все малочисленные народы страны наделяются правом безвозмездного посещения и свободного пребывания на территориях национальных парков. Спустя два года у местных жителей, далеких от кабинетов высоких лиц, накопился ряд претензий. Здесь, на сельском собрании, удыгейцы подписывают индивидуальные запросы на имя директора наспарка Алексея Кудрявцева, чтобы получить ответы на насущные вопросы. Организован национальный парк с 2015 года Бекин. И под земли национального парка попала территория традиционного природопользования, которая испокон веков принадлежала удыгейцам и нанайцам. И жители местные, они недовольны правилами, которые введены парком. Суть в том, что у каждого охотника по закону и на основании договора с общинами есть свои охотничьи угодья, своеобразная область ответственности. Охотникам народа УДГ такие участки положены, как уже было сказано, по закону. Однако, как говорят местные, национальный парк по каким-то причинам взял на себя роль третейского судьи и избрал отдельных людей, которые такими угодьями достойны обладать. Удыгейцам, не привыкшим к бюрократии, каждый раз при необходимости прокормить свою семью приходится идти в офис Бекина и добиваться ответов на вопросы. Почему они лишены участка, принадлежавшего еще их предкам? И по каким критериям сейчас такие угодья выдаются? Ответов пока нет. Если исходить из документов федерального закона об особо охраняемых территориях, о гарантиях прав коренных малочисленных народов, то на бумагах выглядит все достаточно законно. То есть могут граждане проходить на территории, именно жители сел коренные, вести традиционный образ жизни, охотиться, рыбачить. Но если мы берем по факту, когда мы приехали в село, мы увидели, что идет неравноправное распределение охот-участков. Необъяснимым образом Удыгейцу, испокон веков жившему на своей земле, нужно найти лазейку, чтобы пройти на ближайший холм. Оказывается, теперь нужно быть владельцем собственного охот-участка, который признается нацпарком, или договариваться с более удачливыми односельчанами, которым предоставили такое угодие. Ситуация такая, что чтобы мне проехать, как местному жителю, мне надо идти и брать разрешение у хозяина участка. Те, кто игнорирует неписанное правило, рискуют лишиться не только угодий, но и принципиальной возможности охотиться вообще, вместе с лицензией на оружие. При парке по вопросам Удыгейцев организован Совет коренных малочисленных народов. Однако и там, по словам Удыгейцев, все люди угодные парку. А председатель Совета коренных народов является заместителем директора федерального учреждения. Выходит, что некогда дружному селу передали яблоко раздора. Кто понимает, ищет дружбы с власть придержащими. И так я каждый раз, меня не пропускают. Сейчас, в данный момент, вообще не пропускают на приезд на участок себе. Три месяца назад на небезызвестном ресурсе Change.org появилась петиция, в которой Удыгейцы сформулировали основные претензии к властям и национальному парку. Авторы дали подробные разъяснения о нарушенных правах народа, об их проблемах, которые уже сейчас заставляют отказаться от традиционного образа жизни. Ну а пока ситуация все больше усугубляется. Статус есть, а прав нет. Именно так Удыгейцы бассейна реки Бикин характеризует положение своего и без того малочисленного народа. Я считаю, что этот парк, он просто против коренного населения. Чтобы выжить, распродать эти все участки, кто-то карман денежки положит, а мы, как всегда, обманутые. Права коренных жителей всегда защищались на уровне федеральных законов. Они гласят, что нельзя без согласия местного населения отбирать и изменять правила посещения их исконных земель. Любые действия государственных органов должны быть согласованы с народом. Так закреплено в федеральном законе 99-го года о гарантиях прав коренных малочисленных народов КМН. В ином случае, считают местные, традиционный уклад жизни будет утрачен, жители ассимилируются в городах, из планеты Земля исчезнет народность Удыгеец. Евгений Черемухин, Станислав Лазебный. Новости на восьмом.